дорогие подписчики я бы даже сказал уже единомышленники клуб собрался у нас тут и гости канала с вами наша муляр сегодняшний выпуск будет посвящен бюджетному авиапутешествия с ручной кладью как я пришла к этой теме для этого хочу поделиться радостью я еду отдыхать сейчас новогодние каникулы праздники и мы в общем достаточно спонтанно решили поехать отдыхать ну мы конечно думали об этом готовились каким-то образом но точно куда и когда мы полетим мы не знали вот нам подвернулись авиабилеты недорогие в процессе их поиска и поиска как забронировать отель мы нашли много разных ресурсов сайтов и подсказок групп там фейсбуке кстати если будет кому-нибудь интересно пишите в комментариях я сделаю для вас отдельный обзор хотя мне кажется что сейчас это многие знают ну мало ли вот и когда мы нашли эти авиабилеты там заявлена только ручная кладь собственно от этого они дешевле я думаю что многие уже с этим сталкивались это сейчас популярные предложения лаукостеров и авиакомпаний когда билеты только с ручной кладью то есть они без багажа что это значит это значит что есть каре компания ограничивает размеры ручной клади да как правило то 10 килограмм и определенные габариты которые вы можете взять на борт самолета но эти билеты реально в разы бывают дешевле чем обычный с багажом мы и раньше летали с мужем ну по таким предложением авиакомпании с таким билетами но я каждый раз всегда нервничала поэтому в этот раз я тоже как-то напряглась говорю нет я так не могу это опять я буду нервничать из-за чего я нервничала собственно говоря из-за того что я всегда переживала что тот багаж ручной оклад точнее который мы с собой возьмем вдруг не попадет под эти габариты как-то я никак не могла все время понять как это все померить в общем короче я очень нервничала но в этот раз мы решили снять мой нервный синдром и так чтобы все было четко мы остановили свой выбор на чемодане чемодан мы тоже выбирали ну так основательно я пошла в магазин там и в один и другой торговый центр поехала и на рынке каком-то вещевом там посмотрел в разных местах в результате я стала смотреть в интернете вот изучила тему чемоданов собственно поэтому хочу с вами этим поделиться ну потому что оказалось что это все не так просто на самом деле вот из чемоданы бывают тканы бывают с металлическими колесами бывать пластиковыми в общем очень их много и вот этот чемодан на котором мы в результате остановились мне кажется он прям супер реально чем он хорош во первых у него четкий размер то есть он прямо позиционируется компанией как чемодан для ручной клади я кстати ниже в описании к видео привела вам такую сводную табличку по разным компаниям по требованиям к ручной клади кому будет интересно можете посмотреть там написан вес и габаритные размеры ну так вот этот чемодан он попадает практически по габаритные размеры по требованиям практически всех авиакомпаний вот давайте я вам сейчас я все время переживаю что у меня ничего не поместится а я вообще шмотница такая и модница и всегда много вещей с собой беру вот и сейчас я подобрала тоже с собой такой определенный комплект одежды да у меня короткий отпуск и мы едем в отель там будет программу поэтому я так основательно подошла чтобы вещей было мало но в то же время они определенным образом сочетались друг с другом до во второй части к этому видео ссылка на который будет в конце ролика я расскажу по какому принципу подбирать вещи для такого короткого путешествия чтобы они сочетались и вам было в них комфортно ну так вот и вот этот чемодан он полностью отвечает всем этим требованиям теперь давайте посмотрим как же мы его выбирали и в процессе вы поймете чем же он хорош еще раз говорю что это исключительно мой выбор мне так понравился я решил с вами поделиться чемодан можно вручную класть он он очень там подходит по габаритам там все рассчитано из этого и исходит то есть мы исходим из габаритов которые дают нам а то я знаете у меня все время такой невроз я знаю моих подружек то же самое там наберешь чем с собой напихаешь в какую сумку уедешь в аэропорте думаю сейчас вот не возьмут и накрылась моя поездочка тут в общем короче можно со спокойной совесть и сюда коленкой все упихать и с него взять подмышку и ехать уже спокойно а внутри можно посмотреть там вообще направляющие они много места занимают давайте посмотрим что из себя представляет внутри чемодан то есть это кодовый замок за который вы настраиваете самостоятельно а если я забуду код есть инструкция универсальная короче инструкцию надо заранее где-нибудь заныкать а то потом шансов не будет она идет видео инструкция современный век да кстати неплохо вот направляющие подружки это две прямые трубки которые идут сверху до самого конца да поэтому нет здесь еще так вот это чтоб шелковые копточки сюда уложить и прикрыть вот так вот вы правы а сюда там туфельки и все остальное основное отделение идет для более тяжелых вещей сверху кладутся более легкий почему вы их закрываете и соответственно наполнять чемодан вы просто переворачиваете и закрывая понятно так отлично ну соответственно большая можно попробовать большой тяжелый или нет кстати большой чемодан такой легкий это просто честно поразительно потому что у меня сейчас есть большой чемодан который я не пользуюсь потому что он очень тяжелый уже сам по себе а с ножками что посоветуете вот с роликами в чем преимущество четырех колесиков то что они крутятся вы можете чемодан катить просто сюда я видела метро девушку она так можно как дефилируется почему она шикарно я уже себя в образе представляю уже не так прям отлично вот и соответственно если у вас какой-то уже преграда идет ступенька перекатывается ну а как с точки зрения мне кажется что они какие-то стыдки и что все отклонится нет за это не переживай пластиковые такие мне кажется не попадут в какую-нибудь там решетку и все сломается смотрите тут идет прорезиненный пластик то есть сама сама по себе конструкция колеса или техническая часть устроена так чтобы он амортизировал вот то что есть у нас да потому что понимаем что даже к преграде мы подходим мы ударяем сначала поэтому они амортизируют поэтому не из чистого пластика чтобы колесики не разбивались ну ладно наверное стоит рискнуть с вашим чемоданом давайте я выберу себе какой-нибудь девичью расцветку да кстати если мне вот надоест его цвет может есть какой-то я видела взять какие-нибудь чехлами такими модными дизайн можно изменить да можно изменить можно добавить чехол чем она вот то есть если вы покупаете чемодан как многолетнюю покупку да поможет через два года приесть когда можно подобрать их мальчика то есть чехол кроме эстетической так скажем функции изменения дизайна еще защищает еще практическая и главное что точно ни с кем не перепутаешь будешь знать что у тебя такой чемодан губами а внутри он ведь вообще голубой да мне очень нравится идея чехол это можно тогда не заворачивать это 25 лет опять же экономия какая чехол многоразового пользования тронка у нас получается одна обертка в районе 500 600 рублей сам чехол на с допустим стоит 600 рублей при покупке чемодан отлично ну то есть и потом постирать например можно вот это вот такая рассеточка вот эти называются в том ваша у нас написано чемоданами мне нравится очень лимонный это если бы было лето и мы ехали бы на гавайи поскольку на улице идет снег мрачно и холодно и все-таки как в шубе или верхней одежде наверное или бордо или вот такой золотистый коричневый ну в общем решу расскажу вам попозже вот но идея с чехлами купальниками мне очень нравится прелесть отлично ладно уговорили берем чемодан у это вот здесь что такое прелесть какая-то ушастая это чемоданы транки 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 это производитель такой он позиционируется как детский чемодан и на колесиках то есть используется не только как чемодан как чемодан городского типа то есть ребенок может уложить свои игрушки в него до сам на нем кататься и тем не менее может быть использован как чемодан ну классно это при этом в путешествии он наверно может на нем сидеть пока там он на нем сидит а в сравнении чемодана поставьте посмотреть его высоту кстати крючки то есть ваши вещи которые внутри безопасности находится идет дополнительный ремень за которым можете ехать вообще бомбическая вещь так что то есть и 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 Продолжение следует... 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 Написайте мне комментарии, если вам что-то понравилось. Если не понравилось, то тоже пишите, я буду меняться и справляться для вас в лучшую сторону. Пока-пока, до новых встреч!